Музыка Казахский университет технологии и бизнеса, экономический факультет, кафедра менеджмента и туризма, дисциплинано-стратегийские планирования. Тема номер 8. Направление классификации, стандартизации и унификации документов. План лекций. Основные понятия и нормативные материалы по делопроизводству. Документы, регламентирующие процесс делопроизводства на предприятии. Классификация документов. В последние 3-20 века с началом широкомасштабного использования новых информационных технологий стал вопрос о необходимости унификации документированной информации, прежде всего в чере управления. В 1971 году было принято специальное постановление правительства СССР об ускорении работ по созданию унифицированных систем документации и классификаторов технико-экономической информации. Их разработка велась на основе функциональных систем документации. В нашей стране фактически впервые в отечественной и зарубежной практике была создана система документационного обеспечения управления с целью установления единого порядка документирования управленческой деятельности в масштабах государства. Она получила условное название ЕГСД-1973 – Единая государственная система делопроизводства. В общей сложности в Советском Союзе было разработано 16 унифицированных систем документации. Унифицированная система документации является результатом проведения унификации документов этой системы. Унификация – это приведение каких-либо объектов к единой системе, форме, единообразию и сокращение исходного множества этих объектов. Унификация обязательно приводит к установлению рационального единообразия в любой области деятельности, в том числе в документировании. Унификация документов – это приведение документов к единой системе, форме, единообразию и сокращение исходного множества форм и видов документов, их показателей и реквизитов. Унификация обязательно приводит к установлению рационального на какое-то достаточно продолжительное время единообразия документации. Другими словами, суть унификации документов сводится к сокращению их неоправданного многообразия путем установления рационального состава форм документов, приведения их к единой образию через единство структуры, реквизитов, языковых конструкций и операции по обработке, учету и хранению документов. При унификации сокращение количества видов и форм документов достигается за счет изъятия из документных цепочек, сложившихся в системе документации, лишних и дублирующих документов. Управленческие документы, используемые в самых разных сферах и органах управления, должны оформляться единообразно. Это позволяет включать документы в единую для страны систему делопроизводства, способствует их оперативной обработке и исполнению, сокращает затраты времени на работу с документами не только делопроизводственного персонала, но и всех работников управленческого аппарата, от руководителей до рядовых сотрудников. Унификация документов – это установление единообразия состава и форм управленческих документов, создаваемых в процессе осуществления однотипных управленческих функций и задач, операции по их обработке, учету и хранению. Унификация позволяет упорядочить работу с многочисленными документами, упрощает и ускоряет обмен деловой информацией. Унификация управленческих документов предполагает унификацию состава документов, создаваемых при решении управленческих задач и унификации форм документов. Унификация состава документов в организации – это отбор и закрепление комплекса документов, необходимых и недостаточных для решения управленческих задач. Унификация форм документов – это отбор и закрепление в унифицированных формах документов информационных показателей и реквизитов соответствующих назначения документов и установления единых требований к их составлению и оформлению. Унификация в делопроизводстве может быть как самостоятельной работой, так и этапом в работе по стандартизации. Суть стандартизации заключается в разработке оптимальных правил и требований по подготовке, оформлению, учету и хранению деловой документации, принятых в установленном порядке и рекомендованных для всеобщего и многократного применения в делопроизводстве. Другими словами, стандартизация документов – это установление единых норм и правил, предъявляемых документам с целью упорядоченного управления. Стандартизация является итогом унификации ее высшей формы. Стандартизация означает возведение в юридическую норму основных правил и требований к разработке и оформлению управленческих документов. Благодаря стандартизации огромная масса документов создается по одним и тем же правилам, быстрее и легче воспринимается получателями. Результатом работы по унификации стандартизации могут быть, как стандарты на отдельные виды документов, отчет по научно-исследовательской работе структуры и правилам оформления или их элементы. Бумага потребительская формата и на унифицированные системы документации, например, ГОСТ Р6-30-2003, унифицированные системы документации, унифицированные системы организационно-распорядительной документации, требования к оформлению документации. Унифицированные системы документации состоят из совокумностей в своем увязанном форме документов, обеспечивающих документированное представление данных в определенных видах управленческих и хозяйственных деятельностей. Основные задачи совершенствования содержания документа. При унификации отбору реквизитов, соответствующих назначению документа и методами его обработки. При стандартизации установление единых требований к реквизитам, включаемых в документы. В результате совершенствования содержания документов создаются унифицированные формы документов. Основными задачами совершенствования форм документов следует считать при унификации. При стандартизации это целесообразное уменьшение разнообразия документов по форме и правилам оформления. При стандартизации это формирование и внедрение в качестве обязательной нормы ограничений, позволяющих отобразить наиболее эффективные формы и правила оформления документов и обеспечить их плитивное хранение. Существует термин стандартизация характеризуется тремя основными моментами. Первое это стандартизация, это устанавливаемые на длительные промежутки времени общегосударственные, общеобязательные нормы создания документов. При этом она не только вводит нормы, но и гарантирует их соблюдение. Второе это стандартизация, это унификация свойств и качества документа, введение единых размеров форм, правил, требований для всех документов. И третье это стандартизация, это закрепление и распределение лишь тех свойств в качестве документа, которые имеют небольшую функциональную оправданность, обеспечивают небольшой управленческий эффект. Унификация и стандартизация документов тесно связаны. Часто унификация рассматривается как один из методов стандартизации. Унификация может проводиться самостоятельно без стандартизации. Унифицированная форма документа. Унифицированная форма документа это совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемым данной сферой деятельности, задачами и расположенных в определенных порядках наносителей информации. Вот приведем пример приказа. Виды унифицированной документации. Унифицированная система первичной учетной документации. Унифицированная система первичной учетной документации. Это документация по учету труда и его оплаты, документация по учету основных средств и материальных активов, документация по учету кассовых операций, документация по учету материалов, документация по учету результатов инвентаризации, документация по учету малоценных и быстро произношившихся предметов, документация по учету работы. В общем, документация получается документация по учету сельскохозяйственной продукции и сырья, документация по учету движения джерноводства, документация по учету движения 죽ом сырья. Документация материальных ценностей в местах хранения. Документация по учету работы строительных машин и механизмов. Документация по учету работы в автомобильном транспорте. Университетная система банковской документации. Документация по денежному обращению. Документация банковской отчетности. Документация депозитарного учета. Университетная система бюджетной финансовой документации. Документация по бюджетному учету. Документация по отчетности о исполнении бюджета. Представляемое правительство документация по финансовой отчетности об исполнении бюджета для предоставления счетному комитету. Документация по институциональным преобразованиям в экономике и развитии негосударственного сектора. Документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам. Документация по доходам и уровню жизни населения. Документация по науке и инновациям. Документация по демографическим показателям и правонарушениям. Документация по экономической активности населения. оплата и условия труда работников, документация по автовой торговле, документация по финансам, документация по природным ресурсам и охранам окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранению, туризму, образованию и культуре, платным услугам. Документация по статистике промышленности, документация по сельскому хозяйству, документация по строительству, документация по внешнеэкономической деятельности, документация по розничной торговле и охране питания, документация по транспорту, документация по ценам и тарифам, документация по инвестициям. Унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской документации предприятий Отчетная бухгалтерская документация Регистры бухгалтерского учета Первичная учетная документация Бланки строгой отчетности Унифицированная система документации по труду Документация по состоянию рынка труда Документация по трудовым отношениям Документация по повышению квалификации работников органов по труду. Документация по охране труда. Документация по минимальным потребительским бюджетам. Документация по обращениям органов по труду. Унифицированная система документации пенсионного фонда. Документация по учету и распределению средств. Документация по плану экономической деятельности. Документация по контролю проверочной деятельности. Унифицированная система внешнеторговой документации. Оперативно-коммерческая документация. Товарораспределительная документация. Расчетно-внешнеторговая документация. Страховая внешнеторговая документация. Документация оформленная в вывозе. Транспортная внешнеэкономическая документация. Экспедиторская внешнеэкономическая документация. Списки использованы в литературу. Спасибо за внимание.